Ну если с точки зрения премьер-министра в 2013 году ничего страшного не случилось, ну, видимо, просто переворота государственного не произошло, это уже для них хорошая новость. Вы знаете, у нас каждый год в целом оценивается положительно, но каждый год россияне все больше недовольны политикой властей. Значит, все-таки что-то надо менять. Проблем огромное количество, это и коррупция, это и межнациональные отношения, это и экономические проблемы и сложности, которые, опять же, следствия кризиса политической системы и той же коррупционной составляющей экономики. Вы знаете, у меня эпоха вообще Путина воспринимается с каким-то уже таким застоем, что вроде как удается им оставаться у власти и что-то сдерживать, да, но не более. То есть за столько лет, а это уже с 99-го года эту эпоху можно оценивать, но можно было бы уже что-то и сделать, по крайней мере, хотя бы идеологию выработать, куда мы хотим прийти и что мы хотим сделать. Далее я хочу обратить внимание, давайте возьмем успехи так называемой команды власти в геополитическом пространстве за все эти годы. Не только за этот год, но за все. Что такого делала наша власть и что им удалось? Начнем с самого начала. Первая сербская кампания, она была полностью проиграна Москвой. Она началась при Ельцине, но закончилась при Путине. Далее робкие попытки Москвы протестовать по Ираку, то же самое. Ничего никто никого не послушал. Далее Каддафи, то же самое. Всем было все равно. Россия всегда находится со странами-изгоями, пытается что-то изменить, но ничего не может. Далее вот эти резолюции по Сирии, тоже. Никто не слушает, ничего не делает. Чем отметилась эта эпоха? Большой коррупцией, акциями протеста, оппозиции и, собственно, правительством, которое беседует со своим народом исключительно посредством ОМОНа.